Тайны усыновлений Чувствовал себя счастливым Таким же, как во всех остальных семьях Но в прошлый раз мы узнали о том Что это невозможно Что это всё равно живёт в душе ребёнка Это опасно И, скорее всего, это может как-то вскрыться И нанести определённый вред И хотелось бы сегодня узнать о том Как всё-таки сказать ребёнку Что он усыновлённый Если мы сделали выбор Вот в сторону этого Образа жизни Этих отношений, доверительности В каком возрасте сказать Как сказать Как сохранить образ родителей Нам же нужно не создать образ Что они были очень плохие И поэтому тебя бросили Как вот всё это расставить по местам Спасибо, Ирина Это очень важная тема и вопросы Если ребёнок маленький Если ребёнок не помнит Что он был брошен Ну, что он оставался один Было ли это в роддоме В больнице В доме ребёнка То соблазн сохранить тайны усыновления есть И тогда лучше всего Если родители С самого начала будут разговаривать И говорить ребёнку о том Что вот Ребёнок Вот с того момента Как он будет себя осознавать Ребёнок будет осознавать себя Как усыновлённый или приёмный И ведь если это слово Усыновлённый, приёмный Как хорошо, что мы тебя нашли Как хорошо, что ты у нас появился Эти слова будут наполнены Для него любовью, заботой Для него эти слова Не будут ругательными Для него эти слова будут Про любовь, про историю Счастливую Про историю Наполненную любовью Да Про какую-то очень светлую Благополучную историю И даже если кто-то скажет А ты знаешь, что ты усыновлён Для него это всё равно Что ему сказать А ты знаешь, что ты красивый А ты знаешь, что ты любимый Поэтому только от родителей зависит Будут ли для него слова Усыновлённый, приёмный Наполнены негативным смыслом И ругательством каким-то Или это будет про любовь То есть очень может быть Что ребёнок Очень часто будет слышать о том Что ты у нас появился Как здорово, что мы тебя нашли Как хорошо, что мы вместе теперь Как хорошо, что ты у нас есть И тогда это может быть Вот с самого начала для ребёнка Какая-то известная история Его жизни Если вы взяли ребёнка Двух-трёх лет И он может путать Вот у него остались Какие-то воспоминания О прежней жизни Об одиночестве Об брошенности Или о каких-то Жестоком обращении Но он не знает, что он усыновлён То есть угроза того, что у него это всё Мухи и котлеты у него будут все вместе То есть он будет приписывать историю Неблагополучную Новым приёмным родителям Различать эти истории У него не будет никакой возможности И тут уже важно разграничить И его это будет беспокоить Он будет не понимать, что это такое Это важно для приёмных родителей Чтобы, может быть, какие-то обиды Или даже месть Которая относилась бы К его прежней жизни К его прежним родителям Не получали приёмные родители И тогда у ребёнка, скорее всего Будут вопросы, фантазии Вот эта вот тема о том Что у него что-то там было вначале не так Вот что-то вот Он будет спрашивать И это удобный момент Для приёмных родителей Рассказать о том Что когда-то у него был Вот какой-то период жизни Что мы тебя взяли Что мы тебя нашли Мы тебя встретили Что мы тебя забрали Из такого-то учреждения То есть очень полезно Сохранять и вести биографию И историю ребёнка Вот как она есть реальная Как вы его забираете Двух-трёхлетнего, четырёхлетнего Из учреждения Сохранить какие-то вещи С которыми вы его забрали И даже для подросткового возраста Для будущего Сохранить где-то для себя информацию Если она вам известна О каких-то его родственниках Как правильно эту информацию Вообще подавать? Наверняка там больше негативного Чем позитивного Очень важно ребёнку знать О том, что его биологические родители Это люди достойного уважения Потому что мы все знаем Что мы состоим Наполовину из мамы Наполовину из папы Если мой отец подлец То и я подлец И выбора у меня нет никакого Если мой отец наркоман То у меня практически нет выбора Как стать наркоманом Но если я буду знать О том, что моя мама Она не только употребляла наркотики Но она ещё была пивунья И умела вышивать крестиком И помогала Любила детей И помогала старушкам Ещё что-то Тогда у меня появится выбор В чём я могу быть похожей на свою маму В чём я могу быть похожим на своего отца Но даже если вы ничего не знаете о родителях Это трудно, но, наверное, возможно Быть благодарным им за то Что они подарили миру И вашей семье этого ребёнка Которого вы любите Который вам подарил возможность Стать родителями Который подарил вам возможность Быть счастливой семьёй Вы же тоже к этому стремились И кто-то сумел родить для вас Этого ребёнка Который сейчас очень близок к вам И любим Вот И тогда у ребёнка гораздо больше шансов Сохранить уважение к себе И быть хорошим, достойным человеком Вырасти хорошим, достойным человеком И поэтому мне кажется, что важно Быть честным И как только у ребёнка появляются вопросы Мама, я был у тебя в животике Такие странные вопросы Очень часто задают именно приёмные дети Мама, а как я появился? Расскажи мне И если вы будете уверены в том Что история вашей любви Это история любви И история появления ребёнка в вашей семье Это какая-то счастливая история То вы сможете ему рассказать Что это было за счастливое событие Для него и для вас Когда вы встретились И как он появился в вашей семье Но бывает так, что ребёнок В возрасте Ну, дошкольники До семи лет Четырёх, пяти лет Они не хотят знать историю Про то, что я не был в животике И про то, что я не родной И тогда с уважением К этой потребности ребёнка Ему нужно дать понять Что мы готовы с тобой поговорить Об этом, когда ты захочешь А сейчас Да Ты родной И мы тебя очень любим Это может быть связано с тем Что период адаптации Ещё не закончился И тогда перед ребёнком Стоит две противоположных задачи Стать своим в этой семье И вдруг узнать Что я не свой в этой семье Не родной То есть эти две задачи Одновременно Ребёнок решать не может И поэтому он одну задачу О том, что я в этой семье Не родной Он отложит на потом Он к ней вернётся Она станет для него Очень важна К подростковому возрасту Когда будет задача Сформировать образ своего я Свою идентичность И тогда очень важно будет понять Какие у меня корни Какого я рода, племени Вот Но это задача потом Хотя очень важно Думать о ней заранее Потому что решать её Уже в подростковом возрасте Очень опасно О чём мы говорили в прошлый раз Трудно Может быть Рассказывать ребёнку О том, что он приёмный Потому что мама Папа Родители Очень переживают Они очень боятся Что ребёнок узнает И если у них в голове Эта история Про что-то плохое Про что-то стыдное Про что-то обидное Что надо скрывать И ребёнок будет чувствовать Что это какая-то тревожная Какая-то пугающая Маму-папу история Я про это спрашивать их не буду Тогда ребёнок берёт на себя Ответственность за благополучие Эмоциональное Своих родителей И всей семьи в целом Насколько это честно По отношению к ребёнку Потому что у него Есть ещё свои задачи Взрослеть Развиваться Учиться Справляться с трудностями Школьными И не школьными Вот Давайте об этом подумаем То есть будем ли мы В отношениях с нашим приёмным Ребёнком взрослыми людьми Которые помогают ему Справиться с трудностями Или мы скажем Это твоя Не очень интересная И приятная для нас история И справляйся с ней сам И тогда Конечно мы ребёнка Оставим наедине С этой историей Он будет знать Что есть какая-то тема Про него Которая очень тревожная С которой родители Не готовы столкнуться Бывают истории После обучения В школе приёмных родителей Когда мама говорит Я вот умом осознаю Что вот наверное правильно Рассказать ребёнку Что он усыновлён Но я не могу этого сделать Мне так трудно Что при мысли о том Что мне нужно об этом С ребёнком поговорить У меня наступает паника И тогда можно предположить Что есть какая-то история Из маминого детства Из какого-то другого возраста Может быть про брошенность Про ненужность Про какую-то травматичную историю В её жизни Которая в этот момент Резонирует Откликается И усиливает Мамины переживания Которая не позволяет Ей осознать историю Обретение этого ребёнка Как счастливую Как историю любви А скорее как Про то Что есть что-то плохое В этой истории Что нужно скрывать Тогда Мне кажется Что важно и полезно Было бы маме Обратиться к психологу Выяснить Что это за тревоги С чем связаны Эти страхи Чтобы тоже осознать Понять Отделить свою историю Своего детства От истории Вот этого ребёнка Который появился Сейчас в вашей семье И тогда можно будет Уменьшить эти страхи И тревоги Они не будут Портить ваши отношения С вашим приёмным ребёнком Потому что очень часто История знакомства С ребёнком Это история Мы его увидели Мы увидели его глаза Мы поняли Что мы не сможем Больше спокойно жить Своей прежней жизнью Зная что этот ребёнок Остаётся в государственном Череждении И уже с этих первых минут Это история любви Это история Про большой ресурс Который может Помогать справляться С трудностями А мы его будем Прятать и скрывать Как будто бы Это что-то стыдное Плохое Опасное Получается что Просто нужно родителям Для начала Самим принять ситуацию Такую какая она есть Не пытаясь Создать иллюзию Несуществующего И тогда они смогут И детям помочь Принять их жизнь Их ситуацию Их судьбу Именно так Потому что у родителей Может быть И своя история Боли связана с тем С невозможностью Иметь собственных детей И тогда Отказ Принимать Эту ситуацию И невозможность Отпечалиться И отгоревать Вот эту вот Невозможность Иметь собственных детей Она тоже будет стоять Как некое препятствие Как эмоциональная проблема В отношениях С приёмным ребёнком Это тоже может Затруднять Вот эту задачу Рассказать ребёнку Правдивую историю Его жизни Спасибо Спасибо, Ирина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин